Спасибо большое. Итак, коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами продолжаем разговор на тему одаренные талантливые дети. На прошлом вебинаре мы с вами очень подробно рассмотрели теоретический аспект этого вопроса, погрузились в определение, что есть одаренный талантливый ребенок, и рассмотрели типы одаренности. И сегодня продолжаем разговор на эту очень интересную тему. И очень подробно остановимся на основных направлениях работы с одаренными детьми в условиях муниципальной организации, чтобы у нас с вами вот такое вот целостное представление, целостный разговор на эту тему получился. Итак, напомню некоторые моменты, и, конечно же, очень подробно мы с вами поговорим об условиях, о причинах, о механизмах развития. Каковы же факторы, влияющие на развитие одаренности? Во-первых, конечно же, это наследственность, это природные задатки. Далее, во-вторых, это социальная среда, то есть та среда, которая формирует, которая развивает дальнейшим ребенка. И психологические механизмы саморазвития личности, где важную роль, конечно же, играет именно то дошкольное учреждение, которое посещает ребенок, и те педагоги, и те воспитатели, которые его окружают, и которые работают над его развитием. Следующий важный момент. Одаренность в основном определяется тремя факторами, опережающим развитием познания, психологическим развитием и физическими данными. В сфере опережающего развития познания отмечаются следующие моменты. Во-первых, одаренные дети отличаются большим любопытством в исследованиях окружающего мира. Они не терпят никаких ограничений или запретов. Ученые утверждают, что у одаренных и талантливых людей значительно повышена биохимическая и электрическая активность мозга. Они стимулируют себя тем, что переваривают, можно так сказать, да, условно, огромное количество информации и всегда этим заняты. Во-вторых, одаренных людей, начиная с детского возраста, отличает способность прослеживать причинно-следственные связи, анализировать и делать выводы. Их самое интересное занятие – строить логические модели, приводить все в систему. То есть это дети с определенным таким необычным видением мира. Третий аспект. Они обладают великолепной памятью, что позволяет им классифицировать информацию и опыт, умело распоряжаться приобретенными знаниями и умениями, почти всюду применять системный подход. Ну вот мы слышим системный подход, а сейчас по обновленным курсам у нас системно-деятельностный подход, да, вот. А такие дети, они все воспринимают именно в системе, в системе. Далее, следующий момент, на который нужно обратить внимание. Существует три категории одаренных детей, по мнению психологов, по мнению педагогов. Это, во-первых, дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях. Такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте. То есть мы с вами говорили на прошлом вебинаре о явной одаренности, да. И дальше, вторая группа, учащиеся, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами. И они чаще встречаются в старшем школьном возрасте. То есть мы видим здесь потенциальную одаренность. И третья группа, дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области науки. Это подростковый возраст. То есть мы видим развитие одаренности в динамике. Но если обращаться вот к таким удающимся личностям, да, к истории, то мы, наверное, сразу вспомним биографию, например, Цветаевой Марины, да, которая уже в четыре года стала писать первые стихи. Есть и Йенин. И вообще, если мы обратимся к нашим поэтам, писателям, допустим, я называю представителей Серебряного века, все достаточно рано обращались к поэтическому творчеству. Это было заметно, то, что ребенок уже интересуется, да, определенным видом искусства. Но на чем я хотелось бы остановиться, уважаемые коллеги. Анализ практики региональной и муниципальной системы образования, он показывает, выявляет определенные проблемы, определенные сложности по развитию одаренных детей, да, по их сопровождению. И среди вот таких вот проблем можно выделить, обозначить следующие, я их озвучу. Во-первых, отсутствие системности в работе с одаренными детьми на уровне области муниципалитета образовательного учреждения. Во-вторых, отсутствие в муниципальных образованиях концепции по работе с одаренными детьми. Очень часто бывают неопределены ведущие направления в этой деятельности. Третий аспект – это низкий уровень организации межведомственной и внутриотраслевой интеграции, координации в работе с одаренными детьми. Следующий аспект – доминирование массовых мероприятий, которые носят такой вот разовый или бессистемный характер. Следующий очень важный момент – это недостаточная эффективность механизмов взаимодействия образовательных организаций, что не обеспечивает непрерывное сопровождение одаренных детей в муниципальном социуме. А нам очень важно не только диагностировать, выявлять, но и сопровождать на протяжении всех этапов образования, обучения таких детей, чтобы мы их не потеряли, потому что это такой золотой фонд Российской Федерации таких вот детей. И далее. Следующий момент, который выявляют социологи, педагоги, методисты – это, конечно же, отсутствие системы в переподготовке, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров к организации процесса выявления и поддержки одаренных детей. То есть, наверное, недостаточно, да, может быть, в этом направлении работы. И еще низкий уровень организации работы по взаимодействию с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренных детей, потому что мы знаем, что здесь, и дальше я тоже буду говорить об этом, здесь очень важная работа и роль семьи, да, в поддержке и развитии такого ребенка. А вот такие, наверное, проблемы, можно сказать, да, которые, в общем-то, являются, наверное, естественными, от которых мы тоже должны задумываться и преодолевать их. Но изначально для того, чтобы определить одаренность ребенка, конечно же, мы должны обратиться к различным методикам, да. В этом направлении, уважаемые коллеги, уже сделано очень много. Здесь работают и зарубежные, и отечественные психологи, педагоги, методисты. Методик очень много, они индивидуальные. Очень часто нам приходится обращаться к нескольким методикам для объективности и достоверности результатов. А вот это правильно. И вот на некоторых методиках не хочется остановиться, то есть как бы немножечко сориентировать, да, вас направить, то есть познакомить, и уже дальше вы для себя сделаете эту подборку. То есть методики сугубо для психологов, для родителей, да, для педагогов, то есть они имеют разную направленность, разное содержание. Но, конечно же, свое начало методики все-таки берут в зарубежные практики и проходят некую адаптацию, и, конечно же, сейчас у нас появляются вот исследования очень глубокие, и на сегодняшний момент уже в 20 веке, в 21 веке много отечественных психологов тоже предлагают свои методики. Вот на некоторых из них давайте, уважаемые коллеги, остановимся. Итак, методики диагностики отдаленности дошкольников. Ну вот здесь я выделила. Интеллектуальная шкала, это Стэнфорд-Бене, для детей от 2 лет. Прогрессивные матрицы Джона Кайрола Равена, это английский психолог, для детей до 5 лет, да, то есть, вернее, для детей от 5 лет, то есть можем обращаться к этой методике. Это может быть невербальный тест Кеттелла для детей от 4 лет. Или, например, методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей называется на МЭДИС, для детей от 6 до 7 лет. Авторы Аверина, Елена Игоревна Щепланова, Задорина, это тоже для детей от 6 до 7 лет, то есть есть определенные градации, есть определенные подходы. Следующее направление – это диагностика вербальной креативности дошкольника. Например, что мы здесь можем выделить? Здесь вербальный тест Гилфорда в адаптации ТУНИК. Ну, например, это субтесты, необычное использование, заключение, слова, словесная ассоциация. То есть здесь мы смотрим, помимо всего прочего, да, на вербальную креативность, ну и, конечно же, на особенности развития мышления ребенка. Здесь тесты предназначены для возрастной группы от 5 лет. С детьми от 5 до 8 лет тесты проводятся в индивидуальной форме. Следующие методики – диагностики одаренности дошкольников, на которых мне бы хотелось остановиться. Это, конечно же, диагностики невербальной креативности дошкольников. От 5 лет здесь можно выделить фигурный изобразительный тест Турренса в адаптации Щеблановой, Щерпа и Шумаковой. Субтесты, например, да, такие как «Нарисуй картинку», «Закончи рисунок», «Повторяющиеся фигуры», фигурный тест Турренса в адаптации Турник, с рекомендацией, использован также для детей от 5 лет. С дошкольниками тесты проводятся в индивидуальной форме. Весьма интересен опросник для выявления экспертной оценки одаренных детей, который разработала и предлагает нам Алла Аскольдовна Лосева. Он включает характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить способности, такие способности, как интеллектуальное, академические достижения, творческое, литературное, артистическое, музыкальное, техническое, двигательное, художественное, социальное. И по 4-бальной системе можно оценить характеристики указанных сфер проявления одаренности. Если какая-то характеристика присуща дошкольнику в наивысшей степени, то выставляется 5 баллов. 2 балла выставляются за самую низкую оценку. Далее вычисляется средняя архитметическая для каждого испытуного, то есть качественная и количественная обработка данных – это обязательная составляющая. Диагностики. Подходы абсолютно разные, методики разные, иногда действительно только целостно у нас складывается такое представление. Весьма интересен опросник, называется «Карта способности». Я думаю, многие из вас с ним знакомы. Разработан американскими учеными-психологами, специалистами в области детской психологии. Это Ханам и Каф. Адресован этот опросник родителям, педагогам и психологам. Ну вот здесь вы видите некоторые фрагменты, я разместила на слайде, да, и более подробно вот немножечко прокомментирую. То есть предлагается 80 утверждений, которые касаются особенностей поведения и деятельности ребенка. А в конце теста перечислены 10 областей деятельности, в которых ребенок может проявить свои таланты. Читать вопросы нужно последовательно. Ну вот здесь вы видите, я вам три вопроса вынесла на слайд, всего их 80. То есть последовательно мы отвечаем на эти вопросы. И затем происходит обработка данных. Нужно сосчитать количество плюсов по вертикали и результаты подсчетов написать внизу под каждым столбцом. Каждый столбик соответствует той или иной области деятельности. Ну вот, например, здесь следующая область интеллектуальные и познавательные способности. Вторая область творческие и креативные способности. Мы развиваем критическое мышление, креативное мышление развиваем. Это следующая область академические и учебные способности. Четвертая область способности к художественному творчеству. Пятая музыкальные и вокальные и исполнительские способности. Но нужно сказать, что вот как раз таки музыкальные, творческие способности, художественные способности, в общем-то они бывают иногда очень ярко выражены. Если ребенок одарен и гениально, в общем-то мы это видим. Тем не менее, такие тесты, они тоже нам помогают выявить еще дополнительные какие-то моменты, которые, может быть, мы не увидели самостоятельно. Артистические способности. Восьмая группа – это технические и конструкторские способности. Девятая – лидерские и коммуникативные способности. И десятая – спортивные и физические способности. И оценка степени выраженности способности имеет четыре уровня. Вот с помощью этого теста можно определить сильные стороны ребенка и понять, какие способности следует развивать в дальнейшем. Именно в этом состоит, уважаемые коллеги, наша непосредственная деятельность. Одаренность в интеллектуальной сфере дошкольника проявляется, конечно же, не только в тестовом обследовании, но и в процессе систематического наблюдения, за развитием ребенка. Ну, например, дошкольник сравнительно рано обладевает навыками чтения и счета. Он читает вывески, заголовки, начинает читать книги, много знает, поражает логичностью, последовательностью суждений, проявляет большой интерес к окружающим предметам, людям, придумывает какие-то новые способы познания. Данные проявления, конечно же, характерны для среднего и старшего дошкольного возраста, и они тоже, в общем-то, нам о многом говорят. Перечисленные методики, они, конечно же, отвечают основным требованиям, предъявляемым к диагностическим методикам, но их показатели не являются единственными и достаточными индикаторами одаренности дошкольника. Психометрические тесты полезны для отслеживания динамики проявлений одаренности конкретных детей. В настоящее время разрабатываются методики, позволяющие судить о характере познавательной активности ребенка и возможной динамики ее развития. Вот еще некоторые методики уже наших отечественных, выдающихся психологов, педагогов. Например, вы здесь видите Викторию Соломоновну Юркевич, кандидат психологических наук, занимающийся проблемами детской одаренности, и, конечно же, психолог и педагог, известный специалист в области диагностики и развития детской одаренности, это Александр Ильич Савенков. Их методики, методика оценки общей одаренности, разработанной Савенковым, она адресована родителям, может также применяться педагогами. Ее задача, это, конечно же, оценка общей одаренности ребенка и его родителей. Результат будет более объективен, если баллы независимо друг от друга поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка. Методика должна рассматриваться как дополнительная комплекту методик для специалистов, психологов и педагогов. То есть все нам это помогает в объективности, и это нам помогает в построении дальнейшего индивидуального маршрута, развития этого одаренного ребенка, в его сопровождении. В настоящее время разрабатываются методики, которые позволяют судить о характере познавательной активности ребенка и возможной динамики ее развития. Ну вот, например, методика СОНА. Методика СОНА, как она называется, аббревиатура, и расшифровывается спонтанное описание нерегламентированной активности. Она разработана Викторией Соломоновной Юркевич, и в большей степени она применяется для старших дошкольников. Ну, в чем ее суть? То есть вот в чем суть этой методики? Ребенок получает такую инструкцию, расскажи о всех делах, которые ты делал за всю прошедшую неделю. Но при описании этих занятий нужно, чтобы соблюдались два условия. Первое условие. Нужно указывать не все дела, а такие, которые занимали не меньше получаса. То есть то, что было важным, интересным для ребенка. И второе условие. Старайся описывать только те занятия, которые тебе самому хотелось делать, которые тебе нравятся. То есть нужно говорить о том, что тебе нравится. И вот Юркевич отмечает, что ребенок часто рассказывает о своих занятиях без особой системы, повторяясь и перебивая себя, да, Часто это выглядит как какой-то поток сознания, которым потом при последующем анализе вычленяются интересующие характеристики. Точно такое же задание предлагается родителям ребенка. Родители ребенка и отец, и мать должны тоже рассказать об этом, но независимо друг от друга. То есть отдельно опрашивается мама, отдельно опрашивается папа. И вот эти результаты, они должны быть приняты к анализу. Такой опрос, такие задания, да, такие вопросы нужно вообще предлагать родителям трижды в течение трех месяцев. Также это с ребенком тоже проводится. И окончательно анализ производится при наличии уже достаточного соответствия результатов всех трех этапов методики СОНа. Предложенные диагностические методики могут быть использованы, конечно же, во всех типах образовательных учреждений, работающих с дошкольниками. Их выбор определяется возрастным контингентом обследуемых детей, выявляемыми видами и компонентами одаренности, поставленными диагностическими задачами, уровнем подготовленности психолога и педагога к работе с данными методиками. То есть все они работают. Все они работают. И вот еще тоже мне хочется остановиться немножечко на методике оценки общей одаренности, разработанной Александром Ильичем Савенковым. Методика адресована, как я уже сказала, родителям. Вот здесь вы видите на слайде этот девятиугольник, дается инструкция, да. Эта методика также используется психологами и педагогами, то есть специалистами. И в инструкции к методике родителям предлагается оценить по пятибалльной шкале уровень сформированности девяти характеристик, которые наблюдаются у одаренных детей. Вы здесь видите, это любознательность, познавательная потребность, сверхчувствительность к проблемам, способность к прогнозированию, словарный запас, способность к оценке, изобретательность, способность, способность рассуждать и мыслить логически, настойчивость, целеустремленность, требовательность к результатам собственной деятельности. Но как мы уже с вами отмечали, уважаемые коллеги, да, вот когда мы говорили на прошлом вебинаре о гениальных, о талантливых людях, их, конечно же, отличает очень, я бы сказала, колоссальное трудолюбие, усердие и стремление к своей цели, это тоже составляющая одаренности. И по результатам оценки строится девятиугольник, вот здесь вы его видите, этот график дает наглядное представление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую развивающую работу с ребенком. Ну и здесь, конечно же, огромнейшая работа должна быть проделана педагогами, да, педагогами. В прошлый раз тоже я рекомендовала большое качество литературы, но те фамилии, которые звучат, конечно же, мы должны обращаться к этим работам, к исследованиям, да, в области именно психологии и педагогии, педагогики, которые посвящены одаренности детей. И вот здесь мне хотелось бы назвать тоже несколько таких книг, к которым следует обратиться, конечно же. Это книга Аллы Аскольдовны-Лосевой, вы здесь видите, «Психологическая диагностика одаренности». Это работы Виктории Соломоновны Юркевич, «Одаренный ребенок», «Иллюзии и реальность». И, конечно же, работы Александра Ильича Савенкова. Ну вот, например, здесь вы видите методические рекомендации по подготовке к Всероссийскому конкурсу исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников. Я исследователь, я исследователь. Конечно же, для того, чтобы углубить свои знания, мы должны как педагоги, как психологи, как воспитатели обращаться к научным работам, читать их, да, то есть смотреть какие-то аспекты для себя еще открывать. И, конечно же, вот по обновленным курсам, уже у нас и в начальных классах, и в пятых классах, и сейчас это мы все уже начинаем и в дошкольном заведении, да, проектная деятельность, олимпиады, различные конкурсы. Безусловно, мы это нацелены, и мы развиваем креативное мышление, критическое мышление, мы развиваем эмоциональный интеллект. То есть вот такие задачи перед нами стоят. И для того, чтобы это реализовывать, безусловно, мы сами должны быть очень хорошо подкованы, да, начитаны. А вот, ну, я очень надеюсь, что вы к этим публикациям обратитесь. Следующий момент, на котором мне хотелось бы остановиться. Виктория Соломоновна Юркевич, это кандидат психологических наук, выделяет три закона развития высоких способностей, или, как говорим мы, одаренности. Высокие способности и одаренность, да. Во-первых, это развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает положительные эмоции. То есть это очень важно. Второе. Для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной деятельности ребенка. То есть мы постоянно усложняем деятельность, идем вперед, двигаемся вперед. Третье. Деятельность должна представлять для ребенка значительную целость, то есть должна быть внутренняя мотивация. И я вас возвращаю к той формуле, да, на которой мы уже с вами останавливались, но еще раз. Формула моделирования положительных эмоций. К ней обращаются и американские психологи, которые занимаются проблемами детской одаренности. Это удивление, это интерес, и это радость. Вот если будут получать дети, одаренные дети, положительные эмоции, если они будут заниматься тем видом деятельности, который им интересен, если у них будет внутренняя мотивация, они будут получать от этого радость, то да, развитие будет правильным, они будут идти к открытиям, и все будет складываться успешно. Но для того, чтобы это происходило, безусловно, нужно правильное сопровождение и в образовательном учреждении, и в семье, безусловно. Таким образом, возникают, да складываются определенные задачи в работе с одаренными детьми. Вот здесь я их обозначила следующим образом. Во-первых, сделать так, чтобы ребенок почувствовал себя признанным и востребованным. Научить конструктивно строить отношения с ровесниками и взрослыми людьми. Мы с вами знаем очень много примеров из истории, когда ребенок, гениальный ребенок, одаренный ребенок, талантливый ребенок, по-разному мы называем, да, потому что разные типы одаренности существуют. На каком-то этапе жизненно ощущает себя невостребованным, происходит процесс разочарования. Ну и это, конечно, может привести к таким очень даже плачевным последствиям. Поэтому очень важно, чтобы он чувствовал себя признанным и востребованным. Следующая задача. Нужно повышать интеллектуальную нагрузку, излагая интересные факты, продумывая персональные задания, как мы говорим, индивидуальные маршруты, задания на выбор, интегрированные задания. Все, чтобы развивать познавательную активность этих детей. Создание ситуации успеха. В этом, конечно же, большая роль педагога. Следующий момент, следующая задача. Необходимая стимуляция. Введение портфолио, интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады, проекты и так далее. Развитие социальных и коммуникативных навыков, организация досуга, занятости ребенка. То есть задач очень много, и мы должны их решать последовательно. Кроме того, еще на что мне хочется обратить внимание, уважаемые коллеги. Существуют такие вот основные концептуальные идеи в работе с одаренными детьми. Ну вот их можно определить, сформулировать, как бы вот таким образом. Тоже я озвучу. Во-первых, что мы можем отнести к этим концептуальным идеям. Во-первых, рассмотрение системы образования как образовательной среды, то есть дошкольной, начальной и дальше. То есть должна быть преемственность на всех ступенях образования как образовательной среды. Во-вторых, рассмотрение личностного развития как основополагающей цели обучения и воспитания одаренным детей. Третья концептуальная позиция – обеспечение непрерывности развития одаренных детей как в плане соответствия и взаимосвязи, содержания образования, форм и методов работы на различных уровнях образования. Следующий важный концептуальный аспект – обеспечение взаимодействия субъектов образовательного пространства с целью координации деятельности, интеграции их усилий, обеспечение системности в работе с одаренными детьми, интеграции ресурсов и оптимизация процесса управления. То есть вы везде с вами должны все выстраивать в системе. То есть системное сопровождение одаренного ребенка. Далее – это создание координируемой системы ресурсного. Что сюда включается? Нормативно-правовое, информационное, кадровое, научно-методическое, материально-техническое обеспечение. Процессы сопровождения одаренных детей в рамках образовательного пространства. Это, конечно же, определение важнейшим компонентом образовательной среды информационного пространства. И в дальнейшем, в дальнейшем, уже в начальной школе, прежде всего, да, мы начинаем уже над этим работать и дальше продолжаем рассмотрение олимпиадного движения в качестве основы системы выявления поиска одаренных детей. То есть эта работа продолжается в дошкольном учреждении. Она начинается и дальше в начальных классах, и уже дальше в старших классах она продолжается. Продолжается. Далее, следующий момент. Я бы обозначила его так вот здесь вот на слайде так вот некий синтез, да, всех основных идей, концепций я отразила. Но хочется сказать следующее. Это педагогические, это методические, это психологические условия для развития способностей и ранней одаренности дошкольников. То есть как мы это строим, как мы это выстраиваем, какие нужны условия для развития одаренности детей. Ну, во-первых, конечно же, это развивающая среда, материальная база нам нужна, создание ориентационного поля развития. Это программно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми, это программы, это планирование, это методическая литература, методические рекомендации, дидактическое оборудование, наглядность, дидактический инструментарий. То есть это все сюда входит. Дальше, вот она предметно-развивающаяся среда. Следующий момент, конечно же, мы сейчас уже сказали, это диагностика. То есть, да, вроде бы явная одаренность, но для того, чтобы правильно выстроить вот эту систему сопровождения одаренного ребенка, мы должны провести соответствующие диагностики. У нас должен быть банк данных, одаренного детей, должен быть вот этот вот методический портфель, то есть мы должны иметь полное представление. диагностики различные, раннее выявление детских способностей и их развитие. Это и анкетирование, это и тесты, это и наблюдение и так далее. То есть методик очень много и здесь важны такие целостные подходы для того, чтобы объективно оценить, да, и увидеть, увидеть одаренных детей и правильно их сопровождать. Дальше. Это, конечно же, система индивидуальной работы с дошкольниками. Это дифференцированный подход к работе с одаренными детьми. Кружковая работа, мы здесь видим, вот выставки, музыкальная гостиная, конкурсы. Очень важна, конечно же, соответствующая атмосфера. Посмотрите, соответствующая атмосфера – это эмоционально-психологический комфорт, адаптивная образовательная среда, учет возрастных особенностей. Все это очень важно. Следующий важный момент, я бы его обозначила так, компетентность педагога, компетентность педагога, передовой педагогический опыт по проблеме. То есть мы это изучаем, мы погружаемся в это и для того, чтобы быть компетентными, конечно же, здесь нужно следовать вот и современным, да, современным открытием, потому что современные дети, современные одаренные дети, они, в общем-то, тоже имеют ряд особенностей, ряд особенностей. Дальше. Следующее – это обмен опытом, безусловно. Это личностная педагогическая поддержка, помощь в самопознании, как необходимые условия регулирования деятельности ребенка, поддержка его эмоциональных переживаний, его реакций, когнитивная поддержка, развитие интеллектуальной сферы одаренного ребенка, как мы сейчас говорим, развитие эмоционального интеллекта. Следующее важное направление – это взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта. То есть мы все вместе, мы все вместе работаем на общее дело. И очень важный аспект – это система работы с семьей, консультирования родителей, взаимодействия с родителями. Возможно, это проведение лектория для родителей. Потому что воспитывать такого ребенка тоже непросто. Здесь есть определенные сложности. и в социализации такого ребенка в том числе. Поэтому следующий важный момент. Мы с вами рассмотрели условия развития одаренности, педагогические, психологические, методические. И, кстати, вот еще на что мне хочется обратить внимание – форма работы с одаренными детьми. Здесь вели творческие мастерские, конкурсы, интеллектуальный марафон и так далее. Очень много. Но, кроме того, эта работа по индивидуальным образовательным маршрутам – это безусловно. И в дальнейшем, в дальнейшем уже в начальных классах – это научно-практические конференции, участие в олимпиадах, в различных соревнованиях. Все зависит от того, какая одаренность у ребенка преобладает. В связи с этим психологи, ученые выделяют принципы работы с одаренными детьми. То есть те принципы, на которые мы с вами должны ориентироваться, на которых должна строиться наша работа по сопровождению одаренных детей. Вот здесь я ряд принципов вынесла на слайд, но и еще, конечно, мне хочется их дополнить. Давайте остановимся на некоторых. Во-первых, принцип личностного подхода. Он требует от педагога, психолога постоянного изучения особенностей конкретных проявлений одаренности, связанных с ее реализацией в различных видах деятельности. Во-вторых, принцип сотрудничества предполагает изменение позиции педагога. Принцип свободы предоставляет детям возможности выбора пути развития в соответствии с их внутренней природой, обеспечивая право детям самим регулировать и осуществлять собственные цели образования. Принцип деятельностного подхода, системно-деятельностный подход, его основоположниками являются Выгодский, Лурия, Эльконин, Давыдов, нам фамилии эти известны, он лежит и в основе обновленных гос. Поэтому принцип деятельностного подхода, то есть деятельность в основе всего. Далее, принцип социального партнерства. То есть каждый субъект может нести пассивный вклад в развитие способностей детей. То есть все зависит от того, где, в какое учебное учреждение ходит ребенок, где он живет. То есть это место жительства тоже, это очень важно. Так вот еще, еще, здесь не все проговорила, еще. Принцип работы с одаренными детьми я продолжу. Это непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка, то есть на каждой ступени образования, это важно. Признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, сравнение одновременно ребенка с другим. То есть вообще сравнивать, конечно, детей ни в коем случае нельзя, потому что таким образом мы формируем неправильную самооценку. И это все закладывается до пяти лет. Поэтому вот здесь личность воспитателя дошкольного учреждения, величность вообще педагога дошкольного учреждения, который работает с детьми, она очень важна. Следующий принцип. Бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и к самому себе, то есть когда формируется его мировоззрение, миропонимание, складывается его картина, в том числе языковая картина «Мир». Принцип защиты интересов ребенка, учет специфики возрастного и индивидуального развития, принцип, конечно же, диалогичности, принцип построения развивающей работы на основе диагностики. Ну вот те основные принципы, на которых строится работа с одаренными детьми. Не следует забывать о том, что мы сейчас очень много вообще в обществе говорим о детях ОВЗ, ОВЗ, как-то у нас так это все на первом плане, но и одаренные дети, они тоже испытывают определенные трудности. То есть это отдельная группа людей, детей, которым тоже нужен свой подход, на дальнейшем уже взрослых людей, да, то есть одаренные дети – это тонкая психика, неординарное восприятие мира, и очень часто их вот называют белой вороной, да, то есть как-то вот они выделяются из общества, не ложатся в общий контекст. Поэтому, конечно же, и семья, и, наверное, тот коллектив, где есть такой одаренный ребенок, испытывают определенные трудности. И в связи с этим сам ребенок, одаренный ребенок, талантливый ребенок, испытывает определенные трудности. Вот здесь я выделила только некоторые, вы видите, сверхчувствительность, то есть очень ранимые, очень восприимчивые, погружение в философские проблемы, то есть что-то их трогает, глубоко они в это погружаются, потребность во внимании взрослых. Ну, во внимание взрослых, конечно же, нуждается каждый ребенок, но такие дети особенно в этом нуждаются. Ощущение неудовлетворенности. Дальше мы видим нетерпимость, где-то это проявляется, да, тоже в характере это проявляется. Конформность. Конформность, то есть изменение в поведении или мнении человека под влиянием другого человека или группы людей, под давлением, да, это происходит. Нереалистические цели. То есть вот они ставят вот такие нереалистические цели, может быть, нам они такими кажутся, эти нереалистические, эти цели нереалистическими кажутся, но, возможно, в дальнейшем они их достигнут, просто мы, может быть, где-то сомневаемся в этом. Стремление к совершенству, несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. То есть, как вы видите, проблем их достаточно много. И в связи с этим возникают определенные трудности взаимодействия в коллективе, да, в социуме, трудности взаимодействия, может быть, в семье даже, да, то есть и самому ребенку очень непросто. Есть такой очень интересный фильм, снятый американским режиссером, называется «Одаренная». Может быть, вы смотрели, тоже, если не видели, тоже посмотрите. Сейчас очень много людей обращаются и в художественном, в кинематографии обращаются к этой теме. Например, фильм «Одаренная», ну, я вам тоже рекомендую посмотреть, в плане поведения родителей, ребенка и как раз-таки педагогов. Далее, следующий момент, на который мне хочется обратить внимание, то есть почему это происходит, почему талантливым детям, не просто, да, среди нас, не просто им реализовывать свои мечты, желания, не просто адаптироваться к социальной среде. Как устроен наш мозг? Наш мозг планирует от достигнутого, то есть он хочет положительных эмоций сегодня больше, чем вчера. Так устроен наш мозг. И если их меньше, чем вчера, мозг воспринимает этот факт как поражение. И это одна из серьезных проблем одаренных людей. То есть им нужно идти дальше и достигать большего. Ученые утверждают, что у одаренных и талантливых детей, как мы уже сегодня отметили, биохимическая и электрическая активность мозга значительно выше. То есть это уже доказано, да, экспериментальными методиками. Одаренных детей уже в раннем возрасте отличает способность к абстрактному мышлению. Хотя мы с вами знаем, изначально это предметное мышление, потом предметнообразное, ну и так далее. То есть абстрактное мышление у обычного ребенка, который, да, так скажем, развивается в соответствии с возрастом, оно постепенно только приходит. Так вот, также это умение прослеживать причины следственной связи, классифицировать информацию. Кроме того, одаренные дети порой страдают от некоторого социального неприятия их со стороны сверстников. А это развивает в них негативное восприятие самих себя. Поэтому здесь очень, конечно же, важна компетентность педагога-воспитателя, прежде всего, да, который вот работает с такими детьми, у которых есть такие дети в группе. То есть нужно правильно выстраивать вот это вот социальное взаимодействие. Иначе такой ребенок может закрыться, да, и, в общем-то, остановиться в своем развитии. Здесь, как мы говорим, нужно найти золотую середину, чтобы не воспитать в нем вот эти амбициозные чувства, вот эту завышенную самооценку, и в то же самое время, чтобы не сделать так, чтобы он замкнулся и отошел от социума. И вот здесь, сейчас мы еще вернемся к личности воспитателя, потому что это очень важно, и здесь очень важно еще и обращать внимание на основные принципы воспитания одаренных детей в семье. Ну вот здесь некоторые. Принятие ребенка, то есть, что он одаренный, да, какое он, признание ребенка, нужно признать, что он способный. Родительская любовь, безусловно, каким бы ни было ребенок, мы должны его любить. Я имею в виду, одаренный он, не одаренный, с какими-то заболеваниями, это родительская любовь. И если мы с вами будем, коллеги, анализировать вот эти факты, истории, да, очень часто именно мать, именно мать, она видит вот эту одаренность, талант, неординарность своего ребенка и ведет его по жизни, и ведет его, и выводит на высокий уровень. Сейчас я вам примеры тоже приведу. Родительская доступность, то есть родители, друзья, мы понимаем тебя, мы слышим тебя, мы рядом с тобой. Воспитание ответственности и самодисциплины, да, и авторитет родителей. То есть здесь должна быть золотая середина. И в данном случае детский сад должен очень тесно взаимодействовать с родителями. Вот я вот уже говорила, как одна из форм лекторий для родителей. То есть только вместе мы сможем правильно сопровождать этого одаренного ребенка и развивать его для того, чтобы в дальнейшем он принес пользу нашему обществу, да, и сделал какие-то феноменальные открытия. Требования к личности педагога, работающего с одаренными учащимися. Безусловно, безусловно. Это вот здесь, да, важны профессиональные качества, да, важна компетентность и понимание этого вопроса, но здесь также важны и внутренние личностные качества педагога. Вот на это я обращаю ваше внимание, коллеги. Это нравственность, конечно. Это мотивационная готовность к работе с одаренными учащимися. Это знание психологии одаренных учащихся. Желание работать нестандартно. То есть ты сам должен быть креативным, ты сам должен быть таким глубоким, да, и разносторонне эрудированным, чтобы быть интересным этому ребенку. Увлеченность своим делом, безусловно, любознательность, эрутированность. Вот это такие, скажем, наверное, ну, требования, может быть, признаки, да, качества личности педагога, работающего с одаренными учащимися. И вот на что хотелось бы обратить ваше внимание. Мы все с вами знаем историю, мы с вами знаем, что, например, Александр Сергеевич Пушкин учился в Царско-сельском лицее, и многие известные, выдающиеся писатели, поэты, выдающиеся личности учились в Царско-сельском лицее. И вот специалисты анализировали, что происходит в таких учебных заведениях, как именно действуют педагоги, чтобы стимулировать развитие одаренности. То есть задаются они таким вопросом, почему, то есть, вот если сказать просто, да, почему так много вот именно одаренных личностей, одаренных детей, да, выходит из стен, вот, например, Царско-сельского лицея. Почему это происходит? Механизм, конечно, состоит в том, чтобы увидеть одаренность ребенка и помогать ему в соответствии с типом одаренности. Одаренного поэта надо воспитывать как поэта, одаренного художника как художника, одаренного политика как политика. Для этого нужен индивидуальный подход. Чтобы воспитать одаренного ребенка, учитель сам должен обладать педагогической одаренностью. Вот об этом говорят ученые. Об этом говорят ученые. Вот, и еще, на что мне хочется обратить внимание. Вот, когда мы выявляем потенциально одаренных детей, безусловно, мы должны их, вот эти вот, мы должны их сопровождать, вот эти вот росточки, да, одаренности, то есть мы это увидели, и мы должны сопровождать этих детей как в учебном заведении, в дошкольном заведении, да, и дальше на всех ступенях, так и, конечно, в семье. И вот еще, на что я хотела обратить внимание, позиция семьи. Вот важные моменты я для себя выделила. Позиция, которую занимает семья в отношении своего особого ребенка, не всегда способствует развитию одаренности. Здесь тоже могут быть элементы вот такого затормаживания. Поэтому нужна работа с детьми, нужна работа с родителями таких детей. Вот на что хочу обратить внимание, коллеги. Игнорирование членами семьи талантов ребенка, равно как и его возвеличивание, тщеславие родителей наносят вред не только развитию способностей, но и психическому развитию в целом. Кроме того, трудности социальной адаптации, с которыми часто сталкиваются одаренные дети, это тоже весьма сложная проблема. И отсутствие адепатной самооценки, выдающиеся способности ребенка приводят к неприятию и конфликтам среди сверстников. Все это указывает на необходимость тесного взаимодействия детского сада и семьи для обеспечения единого подхода к воспитанию одаренного ребенка, методически грамотного руководства, развитием его таланта. То есть здесь, опять же, очень важно воспитателям, педагогам дошкольного учреждения правильно выстраивать работу с семьей одаренного ребенка. На это, пожалуйста, обратите, уважаемые коллеги, особое внимание. Ну и примером того мы видим царско-сельский лицей, который выпустил столько гений, да, столько гений. Дальше, посмотрите, пожалуйста. Возвращаясь к личности педагога, который работает с таким одаренным ребенком, основное требование к учителям, да, к педагогам, одаренным ребенком, это понимание и уважение к его личности. Главная задача педагога – привить ребенку вкус к серьезной творческой работе. А для этого мы сами должны быть заинтересованы, должны быть увлечены этой работой, мы сами должны быть творческими, интересными людьми. У нас есть такое, наверное, профессиональное, профессиональное, наверное, вот, наверное, заболевание, да, как выгорание. То есть иногда происходит эмоциональное выгорание. Вот мы должны находить пути для того, чтобы все-таки насыщаться, напитываться и эмоционально не выгорать. Вот для этого нужно тоже правильно выстраивать свою жизнь вообще и позицию жизненную. Для того, чтобы суметь воспитывать, воспитывать, то есть питать детей, питать детей знаниями, своей любовью, да, увлеченностью и так далее. Учителю всегда следует помнить, что одаренные дети очень самолюбивы, легко ранимы. Поэтому от учителя, от педагога больше всего требуется качество личностное, душевное, а не только интеллектуальный и методический багаж. Это так. Необходимо, чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество педагога и ученика. Да, вот вижу здесь комментарии абсолютно правильно. Да. Ага. Да, конечно, конечно. Да. Так вот, вижу комментарии, можно согласиться. Вот здесь еще на что хочется обратить внимание, коллеги. Вот очень часто, да, бывает так, что одаренный ребенок на какой-то ступени, может быть, уже в подростковом возрасте или уже став взрослым, да, иногда даже в детстве он сталкивается с тем, что не увидели, что он оталантливый, что он одаренный. Таких примеров очень много, вот я, например, хочу отметить. Томас Эдисон, его, например, отказали учить в школе по причине ограниченности, считали, что он ограничен, с ограниченными возможностями, он еще был глуховат на одно ухо, но и вот он образование получил дома. У него было все непросто в семье, именно мама стала заниматься его образованием. В итоге получается, что образовательное учреждение не увидело в нем одаренность, не увидело в нем талант, и это очень печально, это очень опасно. Вот здесь, соответственно, слежит на педагогах, то есть посчитали, что он ограниченный, потому что не диагностировали, потому что не увидели. Но мы видим, что Томас Эдисон, это американский изобретатель, бизнесмен, он разработал множество устройств в таких областях, как производство, электроэнергетика, массовая коммуникация, звукозапись, кинематограф, эти изобретения, включающие фонограф, кинокамеру и ранее версии электрической лампочки оказали широкое влияние на современную индустрию. То есть, посмотрите, одаренный человек, но в детстве этого не увидели. Этого не увидели. И хорошо, что была семья, хорошо, что была мама, которая это увидела, которая это увидела и поддержала своего ребенка. Или, например, Константин Эдуардович Циолковский. Константин Эдуардович Циолковский, здесь тоже он был глухим, и поэтому он не мог продолжать обучение в гимназии. То есть, ему было отказано в обучении в гимназии, он стал нелюдимым, был объектом насмешек для сверстников, то есть, исключили из гимназии после третьего класса, потому что он плохо слышен, да, то есть, глухота была. И он учился дома, то есть, он занимался самообразованием, одареннейший человек. Так вот, мы знаем, Константин Эдуардович Циолковский, это русский ученый-изобретатель, сноположник космонавтики и теории освоения космического пространства, автор десятка трудов по ракетодинамике, аэронавтике, космонавтике, автор идеи о космическом лифте и поезда, движущихся на воздушной подушке. Вот, поэтому, конечно же, я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, уважаемые воспитатели, на то, что перед нами огромная ответственность. Мы должны увидеть такого ребенка, распознать, диагностировать, помочь ему. Даже среди детей, может быть, с какими-то заболеваниями, тоже очень много одаренных детей. Мы должны им помочь двигаться. Наша задача – сопровождать их, правильно сопровождать и поддерживать. Посмотрите, вот я вам привела только два примера, Циолковский и Томас Эдисон. То есть здесь именно их биография показывает, что педагоги не увидели и даже отчислили из гимназии, из учебных учреждений, не дали им возможности развиваться. И хорошо, что была семья, которая поддержала, которая дала эти возможности. Поэтому еще раз подчеркиваю, именно здесь и семья, и образовательная среда, и педагоги, все вместе мы только можем это выстраивать. Поэтому для формирования развития одаренности ребенка необходимо, еще вот акценты хочу расставить, создавать благоприятные условия для гармоничного сочетания интеллектуального развития одаренного ребенка с его физическим, социальным, эмоционально-волевым, нравственно-духовным, эстетическим развитием. Дальше. Нужно предоставлять ему возможность проявлять самостоятельность, реализовывать потребность в исследовании, экспериментировании. То есть это им очень нравится. По возможности не прерывать процессы его творческого поиска, гармонизировать его взаимоотношения со сверстниками, помогать находить с ними точки соприкосновения. Вот здесь как раз-таки важная миссия именно воспитателя. Не фиксировать внимание ребенка на его одаренности, не возвеличивать его за это, относиться к его одаренности как к природному явлению. Подчеркивать значение старательности, использование личных усилий для достижения успехов в деятельности. То есть это мы все можем делать. И, конечно, нужно обращать его внимание на собственные недостатки и недоработки, но делать это очень корректно и аккуратно, учиться относить стремления и возможности. Таким образом, уважаемые коллеги, одаренность, конечно же, определяет возможность достижения человеком более высоких незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. В ней неразрывно переплетены познавательные, эмоциональные, психофизиологические и другие сферы психики. Но мне хочется завершить свой вебинар, уважаемые коллеги, словами американского исследователя Блум. Каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной поддержки и специальных методов обучения, они вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые они стали знаменитыми. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые воспитатели, педагоги, психологи, я призываю вас быть более внимательными к детям, быть, наверное, методически подкованными. И, конечно же, если вы видите вот таких звездочек, вы видите талантливых детей, помогайте им, развивайте их, потому что здесь как раз-таки наша самая прямая миссия. И вот этот эпиграф, наверное, да, к нашему сегодняшнему с вами мультилогу, ну, наверное, является ключевым. То есть мы должны вместе с родителями дошкольных учреждений и дальше образовательных учреждений все вместе развивать, сопровождать и вести одаренного ребенка по жизни, чтобы он стал все-таки успешным и принес огромную пользу нашей стране и нашему миру. Ну что ж, уважаемые коллеги, я благодарю вас за диалог. Большое вам спасибо. Так, смотрю, есть вопросы, да? Хорошо, сейчас я посмотрю. Давайте. Ну здесь тоже можно взять вам такие... Вообще методик очень много. Вот, знаете, вот те книги, которые я вам посоветовала, вы их откройте, проще сказать так. Вот тех авторов, которые есть на слайде, вы их откройте, там очень подробно расписаны методики. Но вот здесь информатика как таковая, да, мы здесь можем взять технические вещи, то есть развитие именно, вот здесь очень интересно, к робототехнике, такой технический подход, креативность в математике, да, конечно, и к информационным технологиям мы тоже можем это увидеть. Поэтому вот к этим диагностикам подробно, они подробно описаны в этих пособиях. Вы обратитесь к этим книгам. Еще. Так. Вот прокомментировать ситуацию я эту не могу, потому что... Так. Так, да. Потому что я как бы этот момент, в этом моменте не участвовала, поэтому здесь не буду я комментировать. Вот, вижу вопрос. Вообще тема одаренности, она непростая, она очень сложная. Здесь нужно погружение. И каждый конкретный случай, конечно, он индивидуален. Важно все-таки правильное отношение к таким детям, как мы к лицам ОВС сейчас очень внимательно относимся. Также мы должны очень внимательно относиться к одаренным, талантливым детям, потому что они тоже особенные. И здесь важно работать в таком тандеме и с семьей, и в коллективе, и с детьми. Вот наша задача, вот именно вот эту золотую середину, да, находить, и все как бы направлять на позитив, на созидание. Потому что, к сожалению, наверное, это все очень непросто, но мы видим судьбу одаренных людей, они очень сложные, и порой заканчиваются очень непросто. Поэтому до пяти лет закладывается фундамент, и на вас, уважаемые воспитатели, педагоги, лежит огромная ответственность. Спасибо за вопросы, спасибо за такой плодотворный мультилог. На эту тему можно говорить очень много, но я постаралась на двух вебинарах охватить, как бы вот так вот целостно этот вопрос. Но я думаю, что дальше нужно продолжать читать, изучать и, в общем-то, двигаться в этом направлении. Всем спасибо, всем здоровья и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok